Эта идея возникла от моего желания работать с мастерами старшего поколения, раз. Второе, от того, что в тот момент, это был 96-й или 97-й год, в этот момент очень много было потерь среди старшего поколения. Уходили замечательные артисты, уходили люди, которых я очень любил. Ушел Микаэл Тривердеев, который был моим старшим товарищем. И как-то мне хотелось соединить мои ощущения, так сказать, и ощущения любви к уходящему поколению. Хотелось как-то, что называется, художественно оформить. Конечно же, я в таких категориях не мыслил, просто мне хотелось снять фильм, где все они были бы. Мои любимые артисты. Олег Николаевич Ефремов, Михаил Александрович Ульянов, Вячеслав Васильевич Тихонов. И когда мне попал сценарий моего товарища Леши Зернова, я поначалу от него отказался. Но потом, по прошествии трех или четырех месяцев, я к нему вернулся, но уже с намерением переписать его, что называется, под себя. И обратился за этим к Геннадию Островскому, замечательному товарищу, драматургу. И он переписал этот сценарий. И он получился в том виде, в каком, собственно, вышла картина. В фильме есть сатирическая часть, касающаяся противостояния генералов-прокуроров, деления депутатов, взяточников и так далее. Этот фильм снимался в то время, когда говорить можно было обо всем, совершенно свободно, не задумываясь о последствиях. Потом стало чуть по-другому, когда этот фильм по инерции некоторые каналы стали покупать к юбилею Победы. Вдруг выяснилось, что при просмотре какие-то возникают вопросы и недоумения. И тогда несколько каналов отказались от показа этого фильма. Но в то время, когда фильм вышел, он был очень хорошо воспринят. Я думаю, что на сейчас, в общем, если смотреть на вещи шире и не бояться, и понимать, что во многом это, может быть, преувеличенное, кротысковое, но правда, мне кажется, что ничего страшного в этом фильме нет. Вообще ничего в фильмах страшного нет. Во всех. А уж в этом тем более. Ульянов, Тихонов и Ефремов – это три великих актера. А великие актеры, они еще и потому великие, что им не нужно ежесекундно свою великость доказывать. Как правило, этим занимаются актеры гораздо меньшего масштаба. Поэтому они очень хорошо, поскольку, во-первых, среди этих трех актеров было два художественных руководителя театра – Ульянов-Вактанговского и Олега Николаевича МХАТа. Я, конечно, очень сомневался, захотят ли они вообще подчиняться моему верховному руководству. Но оказалось, что, еще раз повторюсь, амбиции обычно – это принадлежность несостоятельных людей. И мы замечательно с ними существовали, в абсолютной связке, в абсолютном понимании. Я наглел до того, что что-то переснимал и говорил Олег Николаевич, мне недостаточно от вас вот этого, я вообще большего от вас жду. Он, конечно, шалел от наглости, но говорил, что «Ну, давайте, как скажете». И мы переснимали, и он был в этом смысле. Михаил Александрович Ульянов – это вообще, как вам сказать, это трудяга. Причем, как сказать, он абсолютно ему наплевать на специфику кино. Ему все равно, какой крупностью его снимают. Хоть на дальнем общем плане, внутри огромной толпы людей, он работает на полную катушку. И когда звучит команда «Стоп», он с ужасом смотрит на режиссера, ожидая каких-то поправок. Они профессиональные актеры, а актерская работа заключается в том, чтобы понять замысел режиссера и попытаться его выполнить. Вячеслав Васильевич – он другой, он кинопрофессионал. Он любое предложение должен попробовать на зуб, на вкус, на посомневаться. И переговорить, посмотреть строго, от чего у меня отнимались просто конечности. Потому что, когда я тоже, так сказать, отваживался и говорил, что «Стоп, вы знаете, вот здесь вот нужно больше, а вот здесь вот нужно меньше, а вот здесь вот нужно громче, а вот здесь вот тише». «Вы так думаете?» – он спрашивал у меня. И я понимал, что как я смею вообще открывать рот свой поганый, потому что там еще 3, 5, 10, 15 лет назад ему давали советы. Сергей Павлович Герасимов, Сергей Федорович Бондарчук, Станислав Федорович Ростоцкий. И тут вылез непонятно кто с тем же самым текстом. Но, тем не менее, еще раз повторю, поскольку они великие актеры, то они замечательно знают правила игры, плюс они видели, что я, говоря что-то, искренне в это верю, хочу добиться нужного мне результата. И в результате нашей работы у нас сложились очень хорошие отношения. Они все трое были и являются болельщиками этой картины, поклонниками этой картины. Ну, молодые у меня были, так сказать, как бы относительно молодые, это были мои ровесники, они были звезды уже, они сейчас звезды, и были звезды. И Сережа Маковецкий, и Володя Ильин, и Володя Машков, они все, Сережа Степанченко, и Лика Нифонтова, и Саша Сирин. Они все замечательные театральные, профессиональные артисты. Плюс они мои товарищи, плюс они понимали, про что картина, плюс они относились с огромным уважением к нашим, так сказать, старшим звездам. Они жутко волновались перед сценами с ними. Я помню, что мне даже приходилось иногда отдельно снимать, там, скажем, Михаила Саныча, отдельно снимать его партнера, потому что у партнера, который, так сказать, весь обвешанный там призами, регалиями, званиями уже, известный, просто отнимался язык, потому что он очень волновался работать в присутствии такого мастера. Но на самом деле, так сказать, результативно говоря, это была очень, как можно сказать, душевная работа. Был такой фильм в начале прошлого века. Он был посвящен юбилею чуть ли не обороны Севастополя. По-моему, так назывался обороны Севастополя. Я его видел еще на высших режиссерских курсах, когда учился. И там был замечательный финал, когда оставшиеся в живых участники обороны Севастополя, георгиевские кавалеры, абсолютные древние деды, собрались в одном месте, и оператор, это было самое начало кино, всех их снимал на камеру. И тогда я это запомнил, а потом Леша Зернов сказал мне, что когда он собирался делать этот фильм, то он хотел бы, чтобы в финале каким-то образом это было процитировано. И это идея Леши Зернова, которую я с удовольствием подхватил и присвоил. Мы собрали ветеранов на Красной площади, и в течение долгого времени они проходили перед камерой, отдавая честь, кланяясь. И даже если кому-то фильм не нравится, даже если он вызывает раздражение, то вот эта последняя часть, когда подлинные ветераны смотрят нам в глаза, мне кажется, что она, может быть, самая главная в картине. Хотя бы потому, что кто-то навсегда сохранит память и живое изображение своего отца, своего деда, своего прадеда. Я очень люблю эту часть в картине. И песня замечательная Давида Тухманова «День Победы». Это, как сказать, это немножко вставной номер, финальный такой, но для меня крайне важный. День Победы.